Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Атлетико Мадрид и у нас сегодня первый матч 1-4 Кубка Испании против Сельте. Сегодня любимчик многих подписчиков, а также зрителей канала Фернандо Торос с первых минут, кстати говоря, давайте посмотрим, он по-прежнему делит с Бензима, с Каримом Бензима первую строчку по забитым голам в этом турнире и у нас сегодня есть неплохой шанс, чтобы попытаться забить за Тороса и может быть вырваться, но Бензима, я думаю, тоже приложит максимум и, собственно, они, скорее всего, тоже будут стараться забить и это сделает, может быть, даже Карим Бензима. Ну что ж, поехали. Сельта принимает нас у себя дома, фокус на игроке Ангеле Карео и в последних матчах он забил 3 мяча, но это было в одном матче и он забил хэт-трик. Показывает нам также Яна Облако, ну и посмотрим, что у нашей команды сегодня получится. Мы набрали весьма неплохой ход, напомню, что у нас по-прежнему идет трансферное окно и мы пробуем заполучить Мэмфиса Депая. Нужно нам просто усиливать позиции, ну а поскольку довольно долго уже не играет на левом краю. А также в центре Томас у нас травмирован, а на левом краю у нас был Караско, который до сих пор в лазарете. Ну посмотрим, не знаю, согласится ли Манчестер на те условия, которые мы им предложили. А вот так вот Сельта открывает счет. Заболтались немножко и на шестой минуте они выходят вперед. Интересно, интересно. Ну здесь как-то проскочили все защитники и вот тут вот мы отпустили. Хватались за футболочку, конечно, но... Хуан Фран видит Павлу Дибалу. Дибала с мячом уже входит в штрафную. И Торос у него прямо из-под ноги защитник выбивает мяч. Хороший был момент. Если бы успел Торос пробить, я думаю, это могло бы быть очень-очень опасно. Ну а пока по-прежнему 1-0. Должен он тут что-то придумывать. Отличный пас на Тороса. Удар головой и спасает защитник. О, вратарь. По-моему, Коки как раз пробивал поворотом головой. Павлу Дибала. И успеет ударить? Нет. Успевает вратарь. Ну и я думаю, на перерыв мы уйдем со счетом 1-0, да? Ну так вот хозяева очень быстро нам забили. Удар поворотом и спасает вратарь. Ну не очень удобная была позиция для удара. Тем не менее, мы попытались пробить. Сауль и Перекладина. Ух! Пошли моменты. И все, друзья, звучит финальный свисток. Вот такая вот неоднозначная победа с Эльты. Следующий матч у нас, ребята, против Бильбао. Атлетика Бильбао. Нам нужно реабилитироваться. Они сейчас идут на третьем месте. Реал Мадрид нас преследует. Ну и у Барселоны и Атлетика Бильбао по 33 очка. Да и там, посмотрите, Вильяреал и Хихон в принципе не очень, не очень далеко. Так что сейчас, ребят, нам надо приложить максимум усилий и победить. Поехали. Антуан Гризман сегодня в стартовом составе. Он забил уже 14 голов. Ну и сейчас неплохие шансы, чтобы забить еще. Ну и, собственно, реабилитироваться после досадного проигрыша 1-0 в первом матче Кубка Испании 1-4. Но в следующий раз-то мы играем ответную встречу уже на своей арене, на своем стадионе. И посмотрим, как Сельта будет выглядеть. Ну а сейчас Атлетика Бильбао вот так вот врывается в штрафную и очень опасный момент. Габи Гола из Интера. Интер сказал, что только недавно присоединился к нам этот футболист, поэтому мы не намерены вступать в переговоры. Ну а по поводу Мемфиса Депая пока что новостей нет. Еще один выстрел и гол. Сегодня какая-то не очень удачная серия. А Дурис забивает на седьмой минуте. Снова через центр. Вроде бы вернулся Гадин, но вот где он сейчас бегал? Непонятно. Нужно подсобраться, ребят. Нужно подсобраться. Делать неплохой пас на Николаса Гайтана. Гайтан уже врывается в штрафную. Можно подавать. Ух, какой момент и угловой. Спасает голкипер. Снова подача. И какой момент. И офсайда нет. Спасает Ян Облак. Обмениваемся. Обмениваемся мы. Опасными атаками. Гризман. Спасает голкипер. Какой выстрел Гризмана. Галкипер кулаками. Эмраджан. Куда? Куда этот пас полетел? Алькантера. Посмотрите, какой пас. Удар поворотом из штанга. Хорошо. Гайтан. Надо бежать. Николас Гайтан. Ну и пенальти. Сбивают. Сауля. И хотя бы шанс. Шанс для забития. Гола. Паула Дебала. Нет, давайте подойдет Антуан Гризман. Гризман. Забивает. Забивает гол. Но это пенальти, ребят. Хоть мы, может быть, и наиграли на забитый мяч, но не хотелось бы. Не хотелось бы ничейного результата и не хотелось бы пенальти. Единственного гола за две игры нашей команды. Вот это гол. И офсайда нет. Нет офсайда. Вы посмотрите. Чуть ли не в лицо облаку. Прилетает мяч. Точнее, сначала с ноги от футболиста. Который, кстати говоря, заработал пенальти. И посмотрите, какая подача. И Ян Облак спасти не сумел. Ну и здесь удар Виета. Прямо в руки Галкипера. Пара минут до конца. Сильно выносит мяч. Здорово. Гая. Гая еще разочек. Два-два. Что творит Гая? Хух, ребят. Ну, знаете, мне кажется, все-таки этот матч можно считать ничейным. Потому что обе команды классно, классно играли. И вот первый тайм весь на контратаках прошел. Я считаю, что проиграть в этом матче никто не должен был. Обе команды хорошо атаковали, хорошо контратаковали. Ну и забили. И, друзья, звучит финальный свисток. Боевая ничья 2-2. Антуан Гризман у нас забил 15-й мяч. И давайте смотреть, что же там на трансферном рынке. По Мемфису Депай, ребят, пока новостей нет. Но есть хорошая новость. У нас Томас возвращается в строй. Он еще, правда, на пластыре. Но врачи сказали, что он уже здоров. У нас в следующей серии будет ответная встреча против Сельты. И это действительно будет бойня. Потому что первый матч мы проиграли. 1-0. И здесь нам нужна победа. А Бензима забил. Бензима забил свой гол. Вырвался в лидеры. Забил Роналду, кстати говоря. У него было 3 мяча. Так что, ребят, следующая серия будет очень жарко. Давайте наберем не меньше 400 лайков. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok